Всем привет! В нашем сумасшедшем мире время летит с невероятной скоростью. Часы сменяются днями, дни, неделями, неделями, месяцами. Не успеваешь замечать, как пролетают года. Что со мной происходит? Нет! Нет! В этой бесконечной гонке совсем некогда отдыхать, но иногда стоит остановить время. И отправиться в путешествие по далеким странам или полететь на какой-нибудь необитаемый остров в поисках пиратского клада. В этом ролике мы расскажем о людях, которые выбрали своим хобби кладоискательство и ищут древние артефакты в свободное от работы время. Многие из них смогли существенно улучшить свое материальное благосостояние после крупной находки. Итак, поехали! Сокровища деда В стиле художественных романов. Двое молодых немцев с помощью карты, написанной 60 лет назад дедушкой, решили отправиться в приключения. Два главных героя этой истории путешествовали из Гамбурга в Любомеж. Это город Западной Польши. Карта, по которой они решили следовать, была нарисована их дедом, который жил здесь какое-то время и утверждал, что закопал сокровища перед тем, как покинуть город в 1952 году. По прибытии в этот небольшой городок с населением около 2000 человек молодые люди заручились помощью местной женщины, у которой они позаимствовали лопату. Жительница посчитала эту просьбу несколько подозрительной и вызвала полицию. Сотрудники правопорядка сопровождали молодых людей в их странных поисках. Оба молодых человека доказали, что их дед был прав. На месте они нашли золотые часы, монеты XIX века, две вазы, броши, цепочки и портсигар 1935 года. Однако все ценности перейдут во владение местного польского музея, так как представляют историческую ценность. Самолет В мае этого года поисковым отрядом «Курган» был найден еще один самолет Второй мировой войны. На место падения самолета поисковикам указали местные жители. Его сбили 25 августа 1942 года. Это был серьезный бой с большими потерями с обеих сторон. Девять бомбардировщиков ПЕ-2 и шесть истребителей Як-1 вылетели в сторону станции Касторная. В то время она была захвачена немцами. Из воздушного сражения не вернулись восемь советских бомбардировщиков и два истребителя. Историю гибели самолета рассказал местный житель. Он ее узнал от своей матери. Женщины работали в поле и увидели, как из падающего самолета выпрыгнул пилот на парашюте. Через некоторое время немецкие солдаты взяли его в плен. Женщинам удалось сказать пилоту, что нацисты расстреливают евреев и коммунистов, и пилот сказал, что он коммунист. Тогда одна из женщин стала просить материал парашюта у немецкого солдата, чтобы его отвлечь. А вторая смогла взять документы пилота и спрятать их на земле. После войны оставшийся в живых летчик прислал письмо этой женщине, где благодарил ее за спасение своей жизни. Остальные пилоты погибли еще в воздухе. Их останки были найдены на месте падения самолета. По номеру двигателя удалось установить всех членов экипажа. Удивительная история произошла с жительницей села Соловьевск Борзинского района Забайкальского края. Ольга Леонтьева нашла во дворе своего дома старинные золотые и серебряные монеты XIX века. У нас в огороде в углу есть сливная яма, и в нее прорыта траншея. Видимо, со временем края ямы обсыпались, и мы увидели монеты. Всего было 110 монет – золотые и серебряные. Вроде бы японские монеты и советские – самая поздняя датировка 1925 годом. Мы все передали в полицию, я не знаю, что будет дальше, но они сказали, что перезвонят нам через полмесяца. Что больная? Жительница предположила, что монеты мог закопать человек, который бежал от революции. Наша деревня была образована как раз теми, кто бежал от гражданской войны и репрессий, говорит она. Если человек, который закопал монеты, не вернулся за ними, скорее всего, его расстреляли. Интересно было бы узнать его судьбу. Загадочный сейф Только представьте, вы ломаете стену в своей квартире, чтобы сделать ремонт, а за ней оказывается таинственный сейф. Как раз такая история случилась с парой из Феникса. Ребята обнаружили в полу тайник. Внутри лежала 50 тысяч долларов, бутылка виски середины 20 века, книга и фотография мужчины. Но это было не все. Обследовав тайник получше, они обнаружили шифр, который, возможно, ведет к другой капсуле времени. Надеемся, что им удалось раскрыть все загадки старого дома. Мамонт В мае 2007 года на полуострове Ямал, верхнем течении реки Юрибей, оленевод Юрий Вейвович Худи обнаружил замороженный труп мамонтенка уникальной сохранности. Полностью сохранились кожный покров, хобот и все остальные части тела. Мамонтенок, которого назвали Любой по имени жены Юрия Худи, стал настоящим подарком для ученых-мамонтоведов всего мира. По определению экспертов, мамонтенок является самкой, погибшей в возрасте около одного месяца. За 42 тысячи лет Люба практически не изменилась. В некоторых местах на теле животного можно увидеть даже шерсть. По словам специалистов, такая удивительная сохранность животного – это счастливое стечение обстоятельств для историков. Эта находка – одна из самых уникальных в мире, для ученых-мамонтоведов она бесценна. Как заявил сотрудник отдела естественной истории Галина Корзанова, мамонтенок Люба является неким окном, через которое они могут заглянуть в прошлое. Закопанный корабль Во время постройки фундамента для будущей гостиницы в городе Александрия, штат Вирджиния, США, рабочие обнаружили невероятную находку. В земле, довольно далеко от берега, был закопан деревянный корабль. Исследования показали, что судно было построено в Массачусетсе в 1740-х годах, а в конце XVIII века было пришвартовано у пристани Александрия и вскоре засыпано землей, чтобы не мешать постройке новых домов. Стоит отметить, этот случай совсем не уникален. Например, в Сан-Франциско существует целый район города, возникший на месте затопленных и засыпанных землей кораблей, которые были оставлены людьми, прибывшими на них в Калифорнию во время золотой лихорадки. Теперь судно, засыпанное землей в Александрии, является уникальной находкой для археологов. Через некоторое время рядом с первым кораблем обнаружили еще три. Они также были построены в середине XVIII века. В ходе раскопок ученые обнаружили множество артефактов той эпохи, монеты, украшения, предметы быта и даже жетоны заключенных из лондонской тюрьмы Нью-Гейт. Пистолет А эта история произошла в один из теплых дней с польским кладоискателем. Отправившись на поиски старинных монет, он даже не мог себе представить, что найдет раритетное оружие. Проходив по лесу более трех часов, у него не было ни одной интересной находки. Отчаявшись, он решил выдвигаться домой. Неожиданно около его автомобиля раздался крупный сигнал. Парень стал раскапывать почву и увидел знакомое очертание кобуры пистолета. Во время Второй мировой войны в этих местах проходили сражения между советской армией и нацистами. Поисковик аккуратно раскрыл находку внутри, лежал маленький револьвер. Он предположил, что это оружие имеет более раннее происхождение, чем Вторая мировая война. Возможно, выпущен он был еще в 19 веке. Оружие неплохо сохранилось в лесной почве, но, к сожалению, модели револьвера он установить не смог и выбросил находку, чтобы не иметь проблем с законом. На сегодня это все, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Мастерская настроения Light – это яркое настроение каждый день.